Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим плетеные булочки с сахаром. Тесто будем замешивать немного по-другому с добавлением кукурузного крахмала. Также его можно заменить на картофельный. Крахмал придает тесту дополнительную пористость и эластичность. Выпечка из него получается легкой и воздушной. А булочки выходят ароматными и очень вкусными. Давайте скорее готовить! Добавляю 4 столовых ложки муки от общего количества. Мука должна быть обязательно просеянной. И снова хорошо размешаю. Вот такая по консистенции она должна получиться. Накрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте для подъема примерно на 10-15 минут. Вот так прекрасно поднялась опара. По рецепту в тесто идет 2 яйца, но 1 желток я забрала на помазку булок. Поэтому добавляю 1 целое яйцо и 1 белок. Всыпаю оставшийся сахар, пакет ванильного сахара, пол чайной ложки соли, 35 граммов растопленного сливочного масла, остывшего до комнатной температуры. И 40 миллилитров растительного масла без запаха. Хорошо размешиваю. В несколько этапов добавляю просеянную муку. Замешиваю тесто. В тесто у меня ушло 470 граммов муки. И оно еще остается вот таким слегка липким. Муки подсыпать больше не стоит. Последним этапом добавляю 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Также можно заменить на картофельный. И продолжаю замес теста. Тесто в себя вобрало всю муку и крахмал, но по-прежнему остается слегка липким. Добавлю примерно 1 столовую ложку растительного масла без запаха. Это чтобы хорошо вымесить тесто. Тесто полностью соединилось с маслом. Перекладываю его на стол. И продолжаю вымешивать на протяжении примерно 5 минут. Вот такое нежное и очень эластичное тесто у вас должно получиться. Перекладываю в глубокую миску. Донышко и бортики я смазала растительным маслом. Накрываю пищевой пленкой. И оставляю тесто в теплом месте для подъема примерно на 1 час. Просто превосходно поднялось тесто. Выкладываю на стол. И делаю небольшую обминку. Вот такое гладкое и очень нежное тесто получается после обминки. И оно совсем не липнет к рукам. Его вес 1 кг. Разделяю на 10 частей по 100 г. Формирую вот такие шарики. И подкатываю. Откладываю в сторону. Готово. Накрываю пленкой и оставляю тесто отдохнуть буквально на 5-10 минут. Тесто отдохнуло. Можем приступать к формовке булок. Беру заготовку. И скалкой раскатываю в квадрат. Вот примерно такого размера необходимо раскатать тесто. И оно должно быть довольно-таки тоненьким. Кондитерским шпателем разделяю на полоски. Шириной около 2-3 см. Теперь выкладываю полоски друг на друга. Без натяжения. Кондитерским шпателем делаю разрез посередине, но не до конца. Жгуты выворачиваю на наружную сторону. И вот так заплетаю. Краешки скрепляю. И прячу под низ. Другой край также скрепляю. И хвостик прячу. Вот такая красивая булочка получается. Перекладываю на противень. Остальные формирую таким же способом. Булочки сформированы. Накрываю кухонным полотенцем. И оставляю на расстойке примерно на 15-20 минут. Вот так превосходно поднялись булочки. Сверху смазываю смесью желтка и молока. В соотношении 1 столовая ложка теплого молока на 1 желток. Сверху посыпаю булочки сахаром. Отправляю булочки выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 20-22 минуты. У меня электродуховка. Выпекаю на режиме вверх-вниз. Без конвекции. Друзья, мои булочки готовы. Вот такие красивые и румяные они получились. Невероятно нежное и воздушное тесто. Внутри выпечка получилась пористой и пышной. Так что обязательно попробуйте приготовить эти булочки по моему рецепту. Как вы видели, сделать это совсем просто и не сложно. И, конечно же, делитесь вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну, а я вам желаю приятного аппетита, успехов в приготовлении вкусной выпечки. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok